Приветствую вас, друзья! Мы продолжаем играть в Fallout 4, проходить DLC под названием Автоматрон. И мы остановились на том, что практически дошли до механиста. Так, опять ада у нас застряла. Давайте искать его. Он где-то рядом. Только вот мы по-нормальному пройти к нему никак не можем. Так, давайте еще вот здесь вот обыщем. Тут какая-то дверь была. Опять немножко пролагивается. Опа! Это что у нас? Какие-то тюрьмы. Видимо, здесь держали, да, вот этих заключенных, из которых извлекали мозги и пытались засовывать в роботов. Так, ну-ка, а здесь тогда что? Вот за этой дверью. Так, здесь какой-то терминал. Терминал склада. И дверь закрытая. Ну, давайте откроем. Я думаю, там какие-то полезные предметы будут, наверное. Такс. Да, какой-то склад. Так, о, куча оружия. Смотрите, Рад Икс. Давайте медикаменты насобираем. Пистолета мы не будем. Патрончики насобираем. О, куча патронов. Отлично. 5,56, кстати. Отлично. Все патроны забираем. Вот это я удачно зашел. Так, винты, конечно же, берем. Черный бейсбольный биток. Это уже нам вряд ли пригодится. И что-то я, похоже, перегружен. Пистолет, пулемет. И еще патроны 5,56. Для дробовика патроны. Армейская сумка с боеприпасами. Там есть какие-то боеприпасы? Или что это? Как хлам, возможно. Нет, в хламе я не вижу армейскую сумку. Не знаю, что это за сумка. Так, что у нас тут? Ракеты. Тоже заберем, продадим. Еще опять эти сумки. Модель из деталей робота. Вол, миниатюрный такой вот робот. Похож на нашего. Медикс. Ядерная батарея. И все. Так, ну что, придется, наверное, отдавать нашему роботу. Блин, вот теперь мне кажется, что я не пройду из-за того, что она не пролезает в дверь. Как-то телепортировалась сюда, обратно никак. Так, в хлам давайте отдадим. А нет, все-таки армейская сумка там была в хламе. Так, вот теперь будет посвободнее. Так, ты дашь нам пройти? Отлично, отлично. Ну, обратно, я думаю, как-нибудь сама телепортируется. Красная бандана. Майка из флакса. Так, куда мы там хотели дальше? Отсюда мы пришли. Значит, куда-то вот сюда вот, да? Этот терминал мы использовали, да? А, этот вообще не работает. Да, вот здесь вот камеры заключенных, но вряд ли здесь будет... Оп, оп, опа-па. Дикий гуль. И мозг, смотрите. Неужели они извлекают еще и мозги из гулей? Крышки, довоенные деньги. Мозг-то рабочий или нет? Похоже, что нет. А может, рабочий сейчас все засунуть в роботах, в робота. Эти мозги. И будет все совсем плохо. Так, это, похоже, живой гуль. И там есть крышечки, так что придется взломать нам эту дверь. Блин, сломал шпильку. Хотя шпильк, на самом деле, у меня просто дохренища, наверное. Можно взламывать и взламывать бесконечно эти замки. Так, крышечки это хорошо. Плюс еще и у гуля крышки. А больше гулей нету. Вот еще один, по-моему. Тоже живой, скорее всего, да. Какой-то толстый. Так, а там у него ничего нету. А гуля я обыскать не могу, да? Нужно открывать дверь. Ну ладно, не будем открывать дверь, наверное. Так, этот дохлый, да? Похоже на то. А может этот живой? Нет, тоже дохлый. Я, по-моему, с него лудный даже какой-то брал. Так, там какие-то медикаменты есть. Ну блин. Я не буду тратить время на двери запертые. Без одного какого-то шприца. Так, здесь тоже, вот смотрите, есть мозг, но никого нету. Никакого гуля. Так, этот живой. Да. Еще один живой. А то, мало ли, откроются все камеры и они выбегут. Лучше их заранее поубивать. Так, вот там уже бафауты есть. Можно, в принципе, за ними сгонять. Блин. Опять не получилось. Так, все. А, лол, я мог отсюда зайти, но ладно. Что-то я не заметил. Так, крышка, стопка. Все, похоже, на этом камеры закончились. Да, больше здесь ничего интересного нету. Рубильник, кстати. Ну-ка. Окей. Я мог сделать все проще. О, кстати. Дикий гуль. Давайте ему в задницу настреляем. С линцом. Так, о, еще один. Надо же. Значит, я некоторых не убил еще. Блин, бесит, конечно, как они падают. Не очень удобно тогда в них стрелять. Так, и последний гуль. Или этот еще не сдох? А, да, этот же легендарный был. Новый уровень, кстати. Что-то он вообще приумыл, по-моему. Просто лежит. Ну что, дробовик так себе, на самом деле. Так, что у тебя там? Калечущий перчатка. Как тебя смерьте. Нет, спасибо. Давайте крышки заберем. А, тут даже два легендарных. Крышка. Карательная броня синтов. Ну, не знаю. Мне и так броня нормальная, мне кажется. Так, а если я поверну рубильник обратно, все закроется? Да. Ну, в общем, зря я взламывал. Ладно, за лутом я все равно не пойду. Какой там остался лут? Все равно всякое говно осталось. Текс, что у нас тут? Нерабочий терминал. Похоже, здесь какая-то схватка будет. Смотрите, какая территория. Сохранюсь на всякий случай. Так, и здесь у нас терминал. Поднос для инструментов. Модель протектрона. Опять игрушка? Ну, не знаю. Давайте возьмем на всякий случай. Медтерминал. Ага. Это значит медотдел, наверное. Так, а здесь у нас сломанные двери. И вот так вот мы будем пробираться дальше. Ну, давайте сначала используем медтерминал. Возможно, там какая-то будет интересная информация. Ой-ой-ой. А, про каждого подопытного. Ну-ка. Возраст 34, полмужской. Осужден за серию убийств в окрестностях Вашингтона. Во время бесед необходимо присутствие охраны. Хорошо развит мозг, но слабое телосложение. Мы прописали гемодиету с высоким содержанием белка. И начали электротерапию для стимуляции мышц. Скоро его мозг уже не будет подвергаться опасности во время этой процедуры. Интересно, а роботы с мозгами помнят свою прошлую жизнь? Или, скорее всего, нет? Ну, да. Так, кстати, камера здесь сверху. Видимо, медработники наблюдали за всеми подопытными отсюда. Ну, да, скорее всего, так и есть. Там еще была какая-то информация о других подопытных? Я думаю, это не так уж интересно. Ага, я приземлился обратно, да? Так, ну тогда я что-то немножко запутался, куда нам идти. Или я вот отсюда пришел? Так, а вот эти... А, вот, может, ворота открыть можно? Я нажал кнопочку, но, по-моему, ничего не происходит. Да, похоже... А, вот, открылось, странно. И здесь у нас очередной гуль подопытный, у которого сигарета в кармане. Так, возможно, это лифт какой-то, или что? Да, это лифт. Опять колесо застряло. Ну, ладно, она телепортнется, я думаю. Так, ну гуль вроде мертвый. Ага. Так, теперь мы на нижней этаже. Это, видимо, лаборатория. Так, что это было? Звук какой-то... Страшный. Так, все. Это обратный лифт отправить, да? И что это за кнопка? Так, аминтанты психа мы возьмем. И потихонечку... Да, это, видимо, сама лаборатория, где, собственно, мозги и вырезали, наверное. Так, ну-ка, что тут в скапочках? Стимпак. Стимпак, это всегда хорошо. Ну, здесь вот много медикаментов зато. Но пока что никого нету, и это немножко странно. Так, вот тут еще куча терминалов, так что, наверное, будем сейчас... Опять читать. Вот, да, экстракции мозга. Но тут вряд ли, интересно, какая-то информация будет. Снова поломки, и работа в департаменте снова встала. Экстракторы мозга не рассчитаны на такую нагрузку, кажется. Они уже несколько недель работают круглые сутки. Обычно все заканчивается тем, что нож ломается об особенно прочный червь. Блин, жесть какая. Или гидравлическая рука дергается, когда спиной мозг еще не перерезан. И тогда мозг извлекается слишком рано. Надеюсь, что Чиролетти не будет снова на нас орать. Мы же не виноваты. Блин, жесть. Фу. Так, ну, я думаю, остальные записи нет смысла читать. Сегодня день рождения Хелсти, так что мы сделали ему пирог в форме мозга. Классно. Работает что-то, вырезаешь мозги, и ему еще пирог подарили. Он, наверное, счастлив. Точнее, просто взяли один из москов, серьезно, и покрыли его глазурью. Блин, жесть какая. Но Хелсти, конечно, не сказали. Надо было видеть его выражение лица, когда он попробовал торт. Жаль, пропал неплохой мозг. Ну, шутка удалась. Здесь реально весело. Надеюсь, нас всех не переведут отсюда. Мы отлично сработались. И у нас великолепный рейтинг. Блин, просто жесть какая-то. Фу, представляете, вам мозг так подать. Так, вамак из санитарного отдела как-то в разговоре заметил, что ему по работе приходится забирать останки наших подопытных и бросать их в печь. И ему кажется, что это неправильно. А затем буквально в тот же день кто-то из сборочного отдела спросил меня, спросил меня, не противно ли мне извлекать мозги из людей. Я сказал, что нет. Даже не знаю, почему кому-то не нравится то, что мы делаем. Нашли бы себе другую работу, раз так. Так, понятно. Кому-то все-таки нравится извлекать мозги, кому-то не очень. В общем, обычная иллюзия. Так. Блин, перегружен уже от медикаментов даже. Модификации можно поскидывать, наверное. Калишня вот мне вряд ли нужна. Две головы у меня одинаковых. Ну вот, в принципе, и все. Так, что у нас тут? Снимки, кстати, черепа и других частей тел. Микроскоп. Тут вроде ничего больше нет. Но сделана прикольно какая-то лаборатория. Довольно интересно ее исследовать. Так, это что? Мозги? Неужели это мозги? Да, жесть, смотрите, сколько мозгов. Интересно, их все еще можно вставить в роботов? И здесь мозгов. Видимо, здесь как раз-то идет вырезка этих мозгов. Так, еще, кстати, один терминал. Так, чудо-клей, моделька и какая-то голографическая запись. Надо потом их всех прослушать. Так, какие-то расшифровки. Похоже, это разговор с мозгами после того, как их извлекли. Эй, ты меня понимаешь? Что? Кто? Кто это? Где? Я не вижу. О боже, что вы со мной сделали? Успокойся, успокойся. Я ничего не чувствую. Я ничего не чувствую. Что происходит? Это ужасно. А-22. Видите, они уже назвали его. Видимо. Или, может, так и заключенных называли. Успокойся, или мне придется тебя отключить. Отключить. То есть убить меня. Ради бога. Скажите, что вы сделали со мной? Выключаю А-22. Объект слишком нестабилен. И здесь еще несколько таких же записей. Вот как раз здесь они изучали. Помнили ли что-то эти чуваки после того, как из них извлекли мозг? Ты что-нибудь помнишь о том, что было до твоей службы в этом комплексе? Никак нет, мэм. Это точно. Просканируй свои базы данных. Мне сообщили, что ты ведешь себя необычно. Провожу сканирование. Пожалуйста, подождите. Ошибка. Обнаружен неизвестный фрагмент. Что не может быть? Мои руки. Мои ноги. Их нет. Что со мной? Но все-таки у них есть какие-то воспоминания. Остаются. По всей видимости. Так. Теперь бы понять, куда идти. Блин, смотрите. Сколько этих мозгов. Опа-па. Это гулии или люди? И зачем их тела потом держат? Опа. Еще рогатые какие-то. Видимо, они не только на людях, что ли, проводили исследования. В принципе, здесь большой комплекс, наверное. Наверное, куча всяких экспериментов они здесь проводили. Так. Ну, мне уже интересно, где здесь выход. Так. Я не отсюда пришел? Нет. По-моему, здесь я не был. Какой-то робот. Квантовый робомозг. Так. Здесь, видимо, погрузка или что-то типа того происходило. Так. Ну что. Давайте убьем его, я думаю. Закинем сейчас винтом. И бафаутом. Так. Помощь. Бафаут и винт. Попробуем со снайперки забрать его. Ну-ка, по мозгам ему. Опс. Ну да, три выстрела понадобится. Так, все. Больше здесь никого. Нет, еще есть где-то турель, но не очень понятно, где она находится. А, вот она. Так, все-все-все, я понял. Да убери ты. Так. Толстый довольно турель. Их даже несколько здесь. Так, давайте от огня чуть-чуть отбежим. Можно их, наверное, как-то отключить было. Но уже поздно. Даже поджарили нашего робота. Так, что-то я не попал. Две турельки и один рыбомозг. Такая себе охрана. Так, давайте осмотримся здесь. Так, а здесь мы ничего нажать не можем. Видимо, нет. Еще один какой-то терминал. Производственного комплекса. Очень сложный. Не знаю, нам нужно туда вообще идти. Но еще попозже взломаем. Давайте сначала посмотрим, что вот здесь вот. Так, опять проснулся чувак глазастый. Да и куча, короче, роботов проснулась. Так, придется, наверное, все-таки чем-то снова закинуться. Давайте винтом. У нас, кстати, зависимость потом надо будет снять. Так, главное, чтобы эти чуваки не взрывались. Тогда будет нормально. 46 патронов осталось, кстати. Так, кто там остался? Ползучий робот. И все. Ну, вот такая охрана уже чуть-чуть получше, конечно. Но все равно как-то слабенько. Так, пароль медицинского терминала. А, вот. Мы можем его даже не взломать. Мы можем просто использовать пароль. Так, давайте тогда посмотрим, что у нас здесь. Трупы, 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 трупы. Может, что-нибудь здесь спрятано? О, смотрите. Тайник с крышками. Патрончики. И еще патрончики. Тир-1, винт, патроны. 56, кстати. 5-56, точнее. Так, 5-56. А, это с турелей. Где-то еще одна турель. Ну вот, патрончиков уже немножко побольше. Но хотя все равно довольно мало. Так, и все. Похоже, здесь больше ничего нету. Виски только. И все. И трупы. Так, ну, видимо, нам через тот проход. Через терминал. Вот через этот. Все, никак мы не дойдем до этого механиста. Сколько мы уже время здесь провели. Провели. Так. Так, объявлена тревога. Уровня и псиллона. Все системы сблокированы. Бла-бла-бла. В общем, тревога какая-то. Управление дверью. Вообще логично, что тревога сейчас включена. Так, все. Открыли дверь. Проходим. Тут у нас роботы есть. Да, рыбомозг. Так, погодите. В нем же мозга нет, мне кажется. Рыбомозг без мозгов, смотрите. Так, а у нас есть какие-нибудь мины? Ну-ка. Швырнем ему минку. Чуть-чуть отойдем. Пробуем убить. По-моему, его даже убить нельзя. Он не живой абсолютно. Да, я его, кажется, убил. В общем, без мозгов они никак не действуют. Что логично, собственно. Так, здесь у нас ничего. Давайте возьмем дробовик тогда. Раз тут узкое довольно пространство. Ага, ну это просто производство тел для вот этих вот робомозгов. Там отдельно мозги. Здесь отдельно тела. Все это соединяется, тестируется. Проводятся эксперименты. И, видимо, не совсем удачно. Блин, микроскоп взял. Надеюсь... Надеюсь, я не запомнил свой инвентарь. Так, ну что, активируй. Активируй. А, да. Надеюсь, мы уже близки. Вроде сейчас направление правильно. Так, можно пока сглушить свет. Ой, как тимо стало. Ну, давай, действуй. Действуй, действуй, действуй. Давай же. Господи, как она долго все это делает. Вот что она сейчас застыла. Наконец-то. Так, присядем. Давайте. Тут уже можно снайпику, я думаю, взять. Перезарядиться. Будем готовиться к нападению противника. Да, но, похоже, мы попали туда, куда нужно. Смотрите, 19 метров всего лишь. Тело. Что? А, прожектор. Тело прожектора можно выстрелить. Как ни странно. Так, ну что, давайте уберем оружие. Сейчас сохранимся. И я готов к переговорам. Механист, выходи. Механист? Ты выходишь? Ой-ой-ой, тут роботов. Сколько. Чувствую, всех он выпустит их. Так, вот через эту дверь мы, по-моему, не могли пройти, да? В прошлый раз. Радыкс. Патрончики. Для дробовика у нас много патронов. Можно с него пострелять. Если мы будем сражаться с механистом, конечно. Так, блин, тут какие-то лабиринты. Что-то он не хочет выходить. Видимо, нам нужно его как-то вымотить. Выманить или я не знаю что. Так, и тут мы, по-моему, были. Но не могли через дверь, опять же, пройти. Это что такое? Антифриз. Класс. По-моему, везде были. И все время не могли пройти через вот эти вот двери. Кстати, уровень потом нужно прокачать. А, бафаут действовал. Вот почему я таскаю много всякого говна. Так, вот, микроскоп мы выкинем. И все, да? Вроде стало полегче, да. Так, и как же мне тогда выманить нашего механиста? Тут уже вопрос интересный. Здесь я никаких кнопок и пультов управления не вижу. Двери все закрыты. Так что, наверное, нужно что-то все-таки внизу сделать. А вверху можно, наверное, со снайпиком работать. Когда будет кого атаковать. Так, ладно, давайте слезем. Повнимательно осмотримся внизу тогда. Похоже, это был баг какой-то. Я подошел, и он вылез. И выглядит он странно. Мое царство террора. Это нужно прекратить. Покажи, что умеешь. Нам нужно поговорить, чувак. Расслабься. Блин, я не надел свой костюм. Сейчас все будет плохо. Мы должны поговорить об этом. Блин, жесть. Смотрите, как он выглядит. Ясно. Ясно, понятно. Все, нам нужно его убить. Так, один. Ну и все роботы высвободились. Я так и знал. Что-то он не хочет со мной говорить. Как ни странно. Кстати, у нашего ствола... Ствола нету. У нашей пушки нету ствола. Баг какой-то был. Или мне показалось. Так, все. Нет, еще робот. Я не хочу убивать механиста. Хотя я его, наверное, не могу пока что убить. Ой-ой-ой. Хорошо, что я сохранился. Давайте перетанем по нему. Вот сейчас хорошо дробовик зайдет. Сейчас мы переключимся на дробовик. Наверное, закинемся еще. Каким-нибудь говном. Так, да, давайте так и поступим. Помощь, помощь, помощь. Ну опять давайте бафа. Да, винт. Тем более у нас зависимость. Так, что не особо страшно все будет. Так, и теперь работаем с дробовика. Так, эти чуваки уже подальше. Можно кинуть мину, я думаю. Отлично. Мина сработала. Кто там еще остался? Счет два. Ой, как он жарит хорошо. Ой-ой-ой, хорошо жарит. Стойте, стойте, стойте. Кто стреляет? Блин, сзади. Блин, это толстый. Сейчас он меня, скорее всего, убьет. Нужно убираться. Так. Потная схваточка. Так, давайте опять закинемся. Винтом. Можно еще чем-нибудь закинуться. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Винт. Грюканавт нам не понадобится. Медикс. Давайте медикс. И все, наверное, сойдет. Блин, он толстый, очень толстый. Очень толстый. Очень-очень-очень толстый лови мину. Отступаем. Все. Что-то он сам отступил. Так, мина сработала. Теперь нам нужно заязать, во-первых, стимпак. Во-вторых, еще один винт, наверное. Стимпак-то что, не заязал, блин? Ну, конечно, винтовка с глушителем мне нравится больше. И по урону она получше. Так, еще один винт. Будем так вот обузить систему. С помощью винтов. И стимпаков. Почтем вздох. Так, отлично. Еще один рыбоглаз. Все. Нет, кто-то вверху еще остался. Так, перезарядимся. Но этот чувак механизм за стеклом. Я думаю, стрелять в него бесполезно. Окей, он самоуничтожение включил. Класс. 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 Вот сейчас меня, скорее всего, зажмут. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня задамажили? Я умер? Нет, я не умер. Ой, какие взрывы. Просто жесть, что происходит. Я еще в неудачное место зашел. Все? Как будто гладиаторские бои какие-то. Ясно. Он сейчас что, спустит еще кучу роботов? Будет плохо. Да, я хотел с тобой поговорить, мужик. Ты чего? Так, ну давайте лучше отсюда уйдем куда-нибудь вверх. На всякий случай. Вот сюда вот зайдем. Ой-ой-ой-ой. Что началось-то? А, не и сверху. Класс. Класс. Вот сейчас есть шанс, что я помру. Хотя можно опять забудить винтами. Так, минус один. Если они сейчас взрываться начнут, будет еще хуже. Так, ну что, давайте снайперкой поработаем. Почему нет? Но очень маленький урон. Так, включаемся на дробовик. Чем он, кстати, херачит? Замораживалась? Замораживалась какой-то, наверное. Так, ада у нас работает. Давайте наверх, наверное, поднимемся и берем сверху. Стой, стой, стой. Сраные рыбоглаза. Да ё-моё, стой ты на месте. Так, все отлично. Вот отсюда давайте будем стрелять со снайперки, работать. Ой-ой-ой, мины. Тут мины еще есть. Ой, вот это вот плохо уже. Мухобот пришел. Хотя, если скрита, сейчас мы его можем убить, да? Ой, а там за ним, смотрите, еще жирный какой-то робот. Это плохо. Скорее всего, меня сейчас убьют. И я не сохранился. Опять. Ай, падаю. Живой, живой, живой. Живой. Стимпаки, стимпаки. Дробовик. Так, прячемся. Винтовочка. Так, и, наверное, винтиком закидываемся. Сколько я уже сожрал этих винтов. Ой-ой-ой, чувак, чувак. Блин, жесть, я еще на перезарядке. Надо было дробовик брать. Так, ну тогда сейчас еще один будем винт жрать, потому что они очень шустрые. Ой-ой, гранаты, мины. Что происходит? Это, видимо, какой-то робот взорвался. А, нет, это те баллоны, помните? Я пытался взорвать. Они сверху падают. Так, ну вроде пока нормально живем. Сейчас рванет или что? Да, похоже, сейчас рванет. Блин, я застрял. Я живой, 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 живой. Я умираю, горю, горю, горю. Так, все нормально. Я думал, это конец. Серьезно. Я думал, что я сейчас помру. Так, винт вперед. Бафаут-то закончился. Давайте еще один на всякий случай применим. Применим, точнее. Еще и легендарный. Блин, просто жесть. Неудачную позицию выбрал. В общем, я рашу как-то. Только винты спасают. Да чувак, отстань от меня. Что тебе надо? Не знает. Так, давай-ка. Стимпак. Мины есть-то? Мины сейчас бы хорошо зашли. Или какие-нибудь, возможно, коктейли молотова. Так, оружие. Осколочная граната. А где коктейли молотова? У меня же были они. Крышка мины. Молотов кола только есть. И осколочный гранат. Ну ладно, давайте. Гранаты использовать. Может, я просто не замечаю, блин. Так, сейчас очередной винт юзаем. Блин, смотрите, какой он шустрый. Просто жесть. Я не успеваю убегать. Так, кидаем гранатки. Чуть-чуть подлагивают. Ну, взрывайтесь. Ну, вроде как взрываются. Он зажимает на меня просто. Поэтому не очень хорошо. Блин, как меня убили. Да уж, вот так вот все плохо. Что ж, ну на этот раз мы подготовимся. Во-первых, расставим везде мины. Во-вторых, выберем нормальную позицию. Так, пока что будем действовать импульсными минами. Блин, влаги какие-то пошли. Так, дальше у нас еще какие-то мины были. Крышка мины, вот. Крио-мина еще какая-то. Везде их расставим. В общем, будем стараться только по верхней части гулять, бегать.